30 спортсменов приняли участие в первом этапе атомного воркаута. Им предстояло использовать всю силу и выносливость, чтобы показать наилучший результат. Гостями мероприятия стали спортсмены-профессионалы из команды Urban Wolves. Они судили участников и показали мастер-класс по воркаут-фристайлу. У нас проходит турнир по силовому двоебору от Госкорпорации «Росатом». При поддержке Госкорпорации «Росатом». Они включают в себя два упражнения – подтягивание на перекладине и отжимание на бусе. Максимальное количество повторений. Ярослав Шевлягин – самый младший участник соревнований. Он единственный, кто выступил в возрастной группе до 16 лет и, по словам судей, показал достойный результат. Пришел сюда, чтобы посмотреть на своих старших товарищей и посмотреть на их физическую подготовку. В перерыве между соревнованиями проводили интерактивы и различные конкурсы, в которых каждый желающих мог проверить физическую подготовку и получить памятный приз. По словам организаторов, цель таких мероприятий – не только показать мастерство спортсменов, но и привлечь молодежь к здоровому образу жизни. «Я участвовала в конкурсе вис на перекладине на максимальное количество времени. Это упражнение, в общем-то, непростое, но мне приходилось уже неоднократно участвовать. Я второй раз участвую в этом конкурсе и побеждаю. Была готова к этому». Победители и призеры всех этапов атомного воркаута представят Саров на финале соревнований в городе Глазов. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.